Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 10 августа, и по традиции рассматриваем с вами валютные пары евро-доллар и фунт-доллар, а также пару доллар-иен. По евро и фунту, по всей видимости, началась нисходящая коррекция. На данный момент все больше аргументов в пользу того, что снижение еще имеет потенциал для продолжения, а по японской яни после первой волны ослабления прошлая неделя прошла локальной коррекцией. Сейчас есть признаки окончания этой коррекции, после чего новый импульс роста не заставит себя ждать. Итак, евро по ожидаемому сценарию не пошел, однако сам сценарий не отменен и все еще находится в работе. На прошлой неделе пара ожидаемо выросла несколько выше уровня сопротивления, но не доходя до разворотного уровня на 1.1931, остановилась и начала снижаться. Несмотря на то, что целевые точки не были достигнуты, основной расклад по уровням остается прежним. Очевидно, попытка роста не удалась, цена лишь на пару пунктов обновила предыдущий максимум, после чего сразу же ушла под уровень 1.1817, который сохранил за собой статус сопротивления. Пока котировки сохраняются ниже этого уровня, сценарий на коррекционное нисходящее движение остается актуальным. Поскольку целевые уровни прошлого обзора достигнуты не были, они также сохраняются. На актуальном графике окончательным подтверждением снижения станет закрепление под уровнем сопротивления на 1.1817, ретест которого еще возможен. Последующий отбой от него нацелит пару к уровням 1.1620 и 1.1571. Отмена сценария состоится при возврате в область выше разворотного уровня на 1.1931. Сценарий на снижение по фунту также не отработан, однако все еще сохраняет свою актуальность. На прошлой неделе пара сначала снизилась, но достигнув уровня 1.2994, отбилась от него и начала расти. В моменте цена оказалась выше сопротивления на 1.319, однако попытка закрепиться выше него оказалась бессуспешной. К настоящему моменту пара вернулась под этот уровень. В целом это подкрепляет сценарий на снижение, поскольку попытка роста не удалась, несмотря на обновление предыдущего максимума. Также остаются в силе и целевые уровни, поскольку они не были достигнуты. Ну и вот судя по актуальному графику, вероятно в ближайшие дни состоится еще один ретест сопротивления на 1.319, закрепление ниже которого подтвердит намерение пары на снижение. В этом случае отбой от него нацелит котировки сначала к ближайшему уровню на 1.2914, а при его преодолении потенциал снижения лежит на уровне 1.2788. Отмена сценария состоится в случае роста в область разворотного уровня на 1.3209. Ну и наконец японская иена начала свое ослабление, взяв паузу на прошлой неделе для локальной коррекции. После достижения отметки 106.40 пара начала снижаться, тем не менее ожидаемой глубины коррекции до уровня 105.06 не получили. Вместо этого покупатели остановили цену около отметки 105.40, от которого сейчас он пытается расти. Основные уровни не нарушены, ретест уровня поддержки на 105.06 все еще возможен. Подтверждением на дальнейший рост станет последующий отбой от него. Коррекция по всей видимости уже подходит к концу, поскольку целевые отметки также не достигнуты, они все еще остаются актуальными. Судя по актуальному графику, рост пары возможно уже с текущих уровней, так как визуальная коррекция завершена, а на графике можно заметить фигуру, похожую на закрепляющееся дно. Однако в случае продолжения еще одной волны коррекционного снижения, ее пределы лежат в районе 105.06, последующий отбой от которого нацелят пару в район отметок на 106.96 и 107.33. Отмена данного сценария состоится в случае продолжения снижения в область разворотного уровня на 104.39. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев, это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данная рекомендация не является руководством действия и не гарантирует результата. Поэтому соблюдайте риски, всем профит на неделе и до встречи в следующем выпуске.